Всем привет! Сегодня мы отправимся в северную часть Приморского края, а точнее в Тернейский район, на реку, которая завораживает своим величием и красотой. Это река Кема. Встретим по пути диких животных, обитателей Сихотеолинского заповедника, соорудим небольшой лагерь на берегу реки, половим рыбу, обитающую в этих краях, сварим таежный борщ, будем пробираться через чаще и выгоревшую тайгу, пообщаемся с приезжими рыбаками, преодолеем разрушенные мосты, соорудим новый лагерь ближе к устьям реки, приготовим шурпу из зайца, в общем будет много всего интересного. Как говорится, пойдем и проверим. Выдвинулись в наше местоназначение в ночь, преодолеть придется ни много ни мало 650 километров, проехать более десятка поселков и несколько небольших городов, затем немного передохнем и снова в путь. Время полшестого, поспали полтора часа, больше невозможно спать сидя, ноги затекают, все затекает. Попьем чаю и двигаем дальше к месту. По светлу ехать гораздо приятней и осталось преодолеть последние 150 километров пути, часть которого проходит рядом с заповедником. Въезжаем в Сихотеолинский заповедник. Вот такая здесь крутая штука. Поселок Терней это крайняя точка нашего пути, где есть сотовая связь и хоть какая-то цивилизация. Впереди только тайга. Осталось до точки дислокации, где мы будем рыбачить считанные километры, где-то километров 70, наверное. Вот такие виды по дороге открываются. Остановились. Вот так здесь круто. В этот дальний путь я отправился со своим другом Андреем и с верным псом по кличке Джейсон. 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 Че там? Вот наша собака. Лежит на хлебе. Животный мир тайги широк и разнообразен. И вот мы повстречали первого представителя здешних мест на своем пути. Просто потихонечку. Ты видишь? Да-да-да. Потихонечку едем. Давайте сейчас поднимем. Просто потихонечку. Черт-черт. Черт-черт. Остались, остались. Назад, назад. мало кем амгу обурундук брундук даже боится встретили уже оленя двух оленей по пути встретили двух зайцев или трех наверное вот пока что без без хищников надеюсь хищников мы не встретим утренний чаек в тайге эта вещь здесь довольно таки прохладно 9 градусов утром было 89 была морозь туман думаю время еще 9 утра солнышко вылезет и будет крутая погода сейчас будем пробовать ловить воды много но вода прозрачная если кто-нибудь поймаем то будем мудить лагерь наш пес был безумно доволен этим местом и мы решили остаться за рыбалку за приезд чтобы рыбы наловить решили мы остаться встретили тут неподалеку рыбачка да он говорит что тут рыба клюет как бы все ништяк он наловил тут кучу вот поэтому мы решили спросили на какие снасти там он нам все рассказал вот все мы решили здесь остаться сейчас пару дней постоим понравится останемся не понравится поедем дальше на обильную продолжение следует немного перекусив мы выдвинулись вверх по реке чтобы забросить удочки и понять на какую снасть можно поймать рыбу на чё клюнул на муху андрюха всегда ловит рыбу 1 а я сейчас буду еще полчаса кидать прежде чем поймать ну это я так себе рыбак вот это андрюха рыбак со стажем а я так даже не любитель а чисто дилетант мы посмотрим может не поймаем и на швабру что-то у меня мертвого пойду повыше поднимусь зацени свою рыбаку все поймал то хоть покажи красавчик у меня прям вообще прикольный большая молодец ладно ладно мы тоже поймаем поменял я снасти поставил блесну вот убрал эти поплатки всех всю херню эту вот сейчас будем пробовать андрей уже поймал пять штук я еще ни одной не поймал но он уже на блесну херачил сейчас я точно поймаю сказали здесь рыбное место вот блесна сразу долбит я только забросил вот моя первая рыбина вот она красавица вот блесна сразу долбит я только забросил так не видно не видно вот это мы нормальная есть контакт это пробел убираем ее в сумку сидит-сидит что-то крупненько а хорошая ой какая хорошая это чего получается да подожди ты чё за рыба это линок вообще на это линок да это серия будет называться в поисках рыбы рыбка сегодня клюет так себе ну пойдет на первый день погодка не очень мы думаем это все из-за погоды отстойный есть вот она моя красотка за брюхо поймал вот она моя красавишна да за брюхо подсек потихонечку потихонечку но я думаю что мы сегодня на ушицу на ушицу то мы уже наловили у нас уже наверно там штучек 15 рыбешек вот сейчас глядишь и на пожарить половин поэтому все вот все идет по плану спустились еще немного по реке разведать местность ну и конечно же половить рыбы чем мы здесь не перейдем до да здесь здесь все ну нам не пригодится на поскальнике там там все ее смыло тупо ее смыло и опа есть я же все сюда шел просто с дорожки с с с с с с А, на городской это ты знаешь, что там за проехать? Через тайгу. Вот такой, короче, стер. Мы мутим. Напилили дрова. Сделали тент. Короче, мутим лагерь. Чуть-чуть порыбачили. Нажарёвку. Мутим лагерь. Всё, пошло. Вход готов. Сегодня у нас на ужин борщ. От повара Андрея. Борщ будет зачётный. Зачётный, да. Потом мы ещё пожарим рыбёвку. Вот у нас рыбёвка. Ведёрки. Компот когда варить будем? Сегодня? Компот сейчас прямо, да. А, ещё и компот будем варить. Я вот тут распаливаю костёр потихой. Всё сырое. Вроде разгорелся. Вот, немножко заготовили дров, но это мало, конечно. Сейчас пойдём ещё нарубасим, напилим бензопилой. Сложим вещи в лагере, расстелим постель. И пойдём ещё порыбачим немножко. Чтобы потом прийти и просто лечь спать. Вот. А завтра с утра ранёхенько проснёмся и пойдём на утреннюю поклёвку. Рано-рано. Будем надеяться, завтра передают хорошую погоду. Будем надеяться, что завтра будет классная погода. И будет рыба просто ловиться. И мы просто наловим кучу всякой разной. Большой, крупной, вкусной рыбы. Еее. Закинули курицу. Вот. Сейчас всё закипит. И будет дальше готовиться этот конь. Это попрошайка. У тебя есть вон корм. Мы тебе уже дали покушать чуть-чуть. Вкусняшку. Так что всё. Иди. Попрошайный чихнул. Готовка борщичка. Почти готов. Гожарочка. Вот такой у нас уже борщичок. Сейчас добавим зажарочку. И будет вкусняшка. Вот. И ещё сейчас сходим порыбачим. И потом придём ещё пожарим рыбки вечером на ужин. После вкусного борща мы выдвинулись на вечернюю рыбалку. Поднявшись около километра вверх по реке, мы потихоньку спускались к лагерю, забрасывая удочки и наслаждаясь красотой природы здешних мест. Идёс. Поднимашлись. Счастливается. Идёс. Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть! Есть! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какой хороший! Ой! Аккуш! Хорошо взял. Я затупил, долго вытягивал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть! Есть! Сейчас точно закрывается. Не очень крупная, но есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошее место. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сорвалось. Одна прям вообще хорошая сорвалась. Вторая тоже сошла в воде. И вот одна. Маленькая. Ну, блин. На жарёвку пойдёт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть контакт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, цивилизация. Бутылки разбили. Если честно, пока мы вот шли тут по дорогам, вокруг все дороги обосраны. Ну, человеком, в смысле, везде валяется туалетная бумага. Везде валяется мусор. Ну, я был здесь три года назад, или два года назад. Такого не было. Сейчас, конечно, люди свиньи стали. Засирают всё вокруг. Даже в тайге, где нет вообще цивилизации, уже мусора куча, говна и так далее. Хотя не вижу проблем. Мусор выкинуть. Все на машинах приезжают. Закинули в мешок, вывезли и всё. Либо сожгли. Опа, есть. Есть. Выводим, выводим, выводим. Ой, какой хороший. Смотри. Лошадь. На белую с красными точками. Белая с красными точками. Вот какой, смотрите. Это ленок. Вообще хороший. Ой. Классненький. Вот он такой у блеснов. Белая с красными точками. Сегодня уже всё перепробовали. И медные, и жёлтые, и белые, и с красными точками, и с чёрными точками. И... Короче. Капец. Голец? А, это ленок. Ленок. Смотри, какой хороший. Смотри, как он взял. Просто за три. Как его сейчас выдрать, я не знаю. Дружище, ну ты вообще, конечно... Вот наш. Лагерь. В тёмное время суток. Стол. Борща мы уже поели. Сейчас жарим рыбу. Ну-ка, покажи, что ты там. Я рыбу жарю. Пока он просто... Не везрели рыбу. Чего? Флаг у нас. Ну-ка за это... За Светина флаг. Мы тут в нашем лагере. Флаг. Чтоб знали, что здесь русские. Ха-ха-ха. В Пернее. Мы живы. Сегодня второй день нашего пребывания в тайге на реке Кема. сегодня утром был дождь. На рыбалку мы не пошли. Вот вроде дождь закончился. Скипятили чай. Вот. Попили чаю. Ну, сейчас если дождя не будет, вроде распогаживается, пойдём сегодня на... Верх... Верх по реке пойдём сегодня на водопады. Покажу вам, какие тут есть водопады. Ну, такие, так называемые водопады. Пороги там. Крутые виды будут. Ну, вот. Вот дошли мы до места. Но это не основное. Нам ещё вон туда. Мы сейчас вдоль по дороге как-то будем идти. Вот. На пороге, да. Вот такие тут виды офигенные. Джейсин, кто ты полез? Покажи вам берёзовую берёзовую сопку вся вымерла. Да, вон. Лысая. Стоит и туман сверху. Это в том году воды? Да, вот получается в том году тут всё завливало. Река поднималась после там наводнений. И вот уровень воды был. Вот лежат брёвна, лес. Вот здесь вот шла вода. Если ну посмотреть на воду высота, наверное, раз, два, три. Ну, метра 4-5, наверное. Если ну, вода поднималась на метров 5. Ну, вот. Короче, капец. Ну, а мы дальше держим путь вон туда. Встретили ребят. Уже ну, этих мы тут уже мы сейчас их встретили по пути, они наш вверх шли. А мы вот в ихний лагерь. Такие деревья в тайге. Просто липо в чизы. Липо. Мега. Не знаю, липо или нет. Липо или нет. Короче, обхватить его. Ну, вот. Вот я вот. Ну, даже половину я не обхватываю. А тут втроем какие-нибудь. Втроем, да. Обхватить только. Такие вот деревья. Офиге. Фу, блядь. Мы уперлись. Чаще. Тут намыло деревья. Мы идем, короче, потому что нету места вдоль реки, где пройти. А? Хотел уже, как собак. Хотел это хорошо, но он что не замерз. Че? Перекурим до дальше. Прорываемся по таким темам. Главное тут не упасть. Лучше боком пойти. Падать будет больно. Тут чисто горевший лес. Мы идем в эти к реке. Мы шли по дороге. потому что там был завал. Уходили завал. Вот, решили выйти. Здесь жопа. Конечно. Джейсон, ты че ты бедолага? Давай, вперед. О, здесь тебе надо помочь. Сейчас я помогу. Давай. Давай, 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 давай. Чих, чих, чих. тихо, 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 тихо. Стой. Стой, другая. Я тебя сейчас там приму. Стой, 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 стой. Стоять. Стоять, 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 стой, стой. Тихо. Все, прыгай. Прыгай. Ну все, стой там. Я тебе лоб езжу. фух жопа еще такой ты по воде она была тебе идти вот прошел прошел молодец вперед тихо скользко упадешь вот молодец все мы вышли к реке что сегодня вообще рыбалка как-то так себе вот куча блесен это не куча так то что с тобой взял вот на базе еще там есть пробуем на всякие разные маша поймаем рыбак рыбак на том берегу как он туда попал мы не знаем думаем что он это перешел вот впереди вот такие вот пороги пороги куда вниз упадешь и все ты считай ты уже не жалец навряд ли ты выплышь я пару раз башкой об камни долбанет и все андрюха бросай поплавок здесь по любому клюет слышу что не за веревка ну здесь видишь соревнования проходят по чем ну по байдаркам по байдаркам дейсон джуган ты как бы если туда упадешь то все видишь они на лодке перешли на лодке да ну там блин блин ну круто там лагерь у них но он у них прям там ближе ой сколько гнуса летает это капец все пойдем дальше а сходов сам давай сходаемся пойдем дальше здесь только виды ловить здесь нереально на обратном пути встретили наших соседей рыбаков рассказали что видели что поймали ну и пожелали друг другу удачи в рыбалке там сетистая краснуху перекрывают но они уехали а мы не уехали а так все занято там сетистая краснуху перекрывают мы не видели вечерняя рыбалочка время девятый час сейчас покидаем минут 40 и спать ну не спать а лагерь в лагерь хороший вообще смотри какой смотрите какой хороший вот это вот монстр только забросил вообще он какой офигенный да если нельзя сейчас мы тебе снимем друга давай 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 голец хороший тоже вот ты мой вот такая вот рыбеха вот блесна ловча огонь то ли за три как тебя освободить то теперь и тихо 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 и Субтитры делал DimaTorzok 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 Два дня постояли тут, два дня постоим там Посмотрим, что там ловится Совсем другая река Другой водораздел Рыба даже немного другая там ловится Покидаем эти чудесные края Вот такой мох Такой-то мох Необычный Вот он все сопки Все сопки таким мохом облеплены Как потом оказалось, это лишайники ягель И он является кормом оленя Снежные сезоны года Растет ягель очень медленно 3-5 миллиметров в год По пути было очень много участков Выгоревшей тайги И делян лесорубов На карте они выглядят Белыми безжизненными пустыми участками Бесконтрольная вырубка лесов Уже привела к изменениям климата Тайфуны и наводнения приходят все чаще И становятся все сильнее Уже сейчас доход от лесного комплекса В Приморском крае В два раза ниже расходов на возмещение ущерба После традиционных пожаров и наводнений Дороги нету Ее просто нету Фуры Тракторы поднимают Проезжай! А то мало ли сейчас зависим И будете куковать А этот На рыбаке есть? Не знаю что Проходили Ну спасибо Сказали что мы проедем Ну не знаю Сейчас будем штурмовать Да друган? Вот туда Да еще Еще Заблочился? Удачи на дом пройдешь Тони в нас Трактор есть Трактор есть Подъезжаю Подъезжаю Ближе к обильно За бортом 6 градусов Всего лишь Вот вам севера Такие смытые мосты Мы ведем свой репортаж Приехали на место Идет дождь Сейчас подождем Пока кончится дождь Чтобы Сделать Лагерь Воды здесь тоже много Поэтому Неизвестно Половим мы или нет Ждем Пока Немножко подспадет дождь Короче Позабрасывал Андрею удочку Ничего Воды много Также Ничего нету Вот Дождь не кончается Еще место Которое мы проезжали Мы боимся Что может Там Если дождь будет идти Подмоет Еще сильнее Что назад Потом не сможем Выехать Короче Приняли решение Приняли решение Поехать Вернуться назад Вот Только не Встать не на Кеми А на притоке Кемы На реку Тольниковую Правильно? Все Едем туда Время уже 12 Едем туда Ставим там лагерь уже И там До Ну оставшиеся дни Будем там Приехали мы Назад на Кему Только встали ниже Тольниковое Занято место Там все Дорога новая Нигде не подъехать Вот На обильной воды Ничего не ловится Приехали На Кему Ниже На 20 километров Где мы стояли Сделали лагерь Уже натянули тент Дождь идет Не останавливается Как с утра начался Вот Разожгли костер Здесь правда Уже кто-то стоял Перед нами Буквально уехали Недавно Наверное Вот И получается Были угли Мы на их угли Кинули Дровишек Вот И зажгли костер Вот такая вот фигня Вот Сейчас Перекусим С утра Ничего не ели Время уже Почти 4 Вот И Перекусим Пойдем попробуем Дождя сильного не будет Пойдем попробуем Порыбачим Вот Сейчас пока дровишки Поперетаскивать То что напилили Что-то такое Погода конечно так себе Хотя дождь по прогнозу Передавали С пятницы на субботу Вот Сегодня уже суббота И дождь получается пошел Суббота на воскресенье Короче сместился На день Ну по идее Завтра должна быть Хорошая погода Мы завтра Последний день стоим И Завтра должна быть Хорошая погода Должна быть рыба Короче все должно быть В огне Не знаю Будет или нет Будем надеяться На лучшее Собака в шоке Наша Какие люди Что делают Знаете Масте Ну Он покажет Какая Повыбиять хорошо в тайге посидеть возле костерка попить чайку здесь эти не так речка до шумит вот шурпа зайца зайца который который нечаянно попал под колеса нашего автомобиля мы не стали его выкидывать решили приготовить его шурпу переводить продукт дружище тебе наваристы до получился более возможно еще как холодец завтра встанет темненький получился потому что я чуть-чуть не успел стенкой не вовремя закипела мы заветавливали дрова чуть-чуть как бы переварилась вы не думаете простят нормально все закрывай крышкой да я думаю чё куда его постру или пусть здесь стоит вот чайчик поставили вышли мы на вечернюю рыбалочку время восемь часов вот пошли посмотреть чудеса места коса нам это прикольно место довольно живописное но дождь и холодно это конечно минус посмотрите какие виды и 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 Ночной костерчик. Последний день рыбалки, последний день отдыха, сегодня у нас воскресенье, завтра с утра мы уезжаем домой. Вот идем на утреннюю рыбалочку. Сегодня будем много ходить, дождь кончился, погода облачную, нормально, тепло. Впадает, да? А где она впадает? Там? А, вот. Ага. Скользкие камни. Воды. Вот. Воды. До колен не достает. Но, блин, сносит река. Течение такое мощное, что... Настя, сети, нормально. Собака, будь там, будь там, сиди, сиди там. Мы здесь половим, сейчас придем. Фу, уйди, 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 уйди. Уйди. В последний день нашего пребывания на реке Кема рыба ловиться отказывалась и мы просто наслаждались красотой дикой природы. На лодке. Удачи им. Мы пойдем ямки долбить назад. Вот ловим на червячка, на поплавок, на обычного червячка. Он копал в лесу червей, но блесна ни хера не ловится. Бросали все утро, не поймали ни одной рыбы. Так рядом ходит, что-то там пытается. Вот. Я посидел пять минут, прямо с лагерем взял стульчик себе. Взял ведро. Вот. Посидел пять минут, поймал. Ну, мелочь. Ну, это первая рыба за сегодня. Вот. Короче, нигде не буду ходить. Здесь просто вот небольшая. Сейчас закину и буду сидеть ждать. Замучился уже бегать, скакать. Надо стульчик. И будем сидеть. Такая затишь. И вот мы в ней. Что-нибудь еще поймаем. Хотел еще сказать очень важную вещь. Ну, там это лайк поставь, не жмись на этот видос. На обратном пути заехали на Тольниковую реку, куда мы хотели встать. Здесь было занято. Вот. Сейчас назад едем, уже никого нету. Остановились посмотреть. Вот такая река. Тоже хорошая. Вот здесь можно рыбу ловить только так. Вон они. Моста. Рыбные. Едем домой. Осталось. Здесь часов в десять, да? Шестьсот километров. Шестьсот километров, и мы дома. Иди тут все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова